Жила-была мама-свинка и трое ее поросят. Три брата, одинакового роста, кругленькие, розовые, с одинаковыми веселыми хвостиками. Все лето поросята ковыркались в зеленой траве, грелись на солнышке, нежились в луках. Но вот наступила осень. Однажды мама сказала, что пора будем подумать о зиме. Она попросила их построить большой дом. Младший брат сказал, что до зимы еще далеко. Средний брат сказал, что когда нужно будет, он сам построит себе дом. А старший брат решил построить дом сам. Младшие и средние братья только и делали, что играли в свои поросячьи игры. С каждым днем становилось все холоднее и холоднее. Младший брат решил построить дом из соломы. Средний брат подумал, что в соломенном доме зимой будет очень холодно. Он решил построить дом из веток и прутьев. Уже к вечеру их дома были готовы. Они были очень горды собой и не могли нарадоваться своими постройками. Теперь они были свободны и могли делать все, что вздумается. Они решили пойти к старшему брату и посмотреть, какой дом он себе выстроил. Старший брат был занят постройкой. Он натаскал камней, намесил глины и не спеша строил себе надежный, прочный дом. Младшие братья застали своего старшего брата за работой. Они очень удивились тому, какую крепость он строит. Старший брат спокойно продолжал работать. Младшие и средние братья начали подшучивать и смеяться над его домом. Они так развеселились, что их виск и хрюканье разнеслись далеко по лужайке. Старший брат попросил быть тише, потому что их может услышать волк. Младшего и среднего братьев это еще больше развеселило. Они решили, что старший брат просто трус. И два храбрых братца пошли гулять. По дороге они пели и плясали, а когда вошли в лес, то так расшумелись, что разбудили волка, который спал под сосной. Недовольный и голодный волк пошел к тому месту, откуда доносились виск и хрюканье двух глупых поросят. Братья весело шли и говорили о том, как легко они расправятся с волком. И вдруг они увидели настоящего живого волка. Он стоял за большим деревом. У него были очень злые глаза и огромная зубастая пасть. Братья настолько сильно испугались, что их тонкие хвостики мелко-мелко задрожали. Волк приготовился к прыжку. Он щелкнул зубами и моргнул правым глазом. Поросята вдруг опомнились и, визжа на весь лес, бросились убегать. Поднимая тучи пыли, они неслись каждый к своему дому. Младший брат добежал до своей соломенной хижины и захлопнул дверь перед самым носом волка. Волк рычал и требовал открыть дверь. Младший брат от испуга не мог промолвить ни слова. Тогда волк начал дуть. Легкая крыша вмиг слетела с соломенного дома. Волк вздохнул еще глубже и дунул во второй раз. Соломенный дом разлетелся вовсе в сторону. Волк обрадовался, щелкнул зубами и накинулся на младшего брата. Но поросенок ловко увернулся и бросился бежать. Он побежал к дому среднего брата. Братья успели запереться и испуганно поглядели друг на друга. Волк разозлился и принялся дуть. Дом немного покосился. Волк дунул второй, потом третий, потом четвертый раз. Но дом все еще стоял. Волк вздохнул еще глубже и дунул в пятый раз. Дом зашатался и развалился. Одна только дверь некоторое время стояла посреди развалина. В ужасе поросята бросились бежать к дому старшего брата. Волк побежал за ними. Он был уверен, что на этот раз поросята от него не убегало. Поросята быстро промчались мимо большой яблони, даже не задев ее. А волк не успел свернуть и налетел на яблоню, которая осыпала его яблоками. Одно твердое яблоко ударило ему между глаз. Большая шишка вскочила у волка на лбу. В это время младшие и средние братья успели забежать в дом к старшему брату и закрыли дверь на засов. Волк прибежал к двери, зарычал и потребовал открыть дверь. Младшие братья были очень напуганы и не смогли сказать ни слова в ответ. А старший брат знал, что ему и братьям нечего бояться в прочном каменном доме. Тогда волк втянул в себя побольше воздуха и дунул, как только мог. Насколько бы он ни дул ни один камень, не сдвинулся с места. И тут он поднял голову и заметил большую широкую трубу на крыше. Он осторожно влез на крышу и стал спускаться по трубе. Поросята услышали шорох. Старший брат сразу догадался, в чем дело. Он быстро бросился к котлу, в котором кипела вода, и сорвал с него крышку. Волк слез по трубе и упал прямо в котел. Глаза его вылезли на лоб с диким ревом. Ошпаренный волк вылетел из трубы и бросился в лес. А три маленьких поросенка смотрели ему вслед и радовались, что они так ловко проучили злого разбудка. С тех пор братья и их мама стали жить вместе под одной крышей.